Не перепутать понятие телебашня и телемачта могут лишь опытные теле- или радиоинженеры. Башня стоит без поддерживающих устройств, а мачта держится на таких подпорках. Об этом нам поведал самый радиоинженерный радиоинженер Орловщины Вячеслав Юрьевич, как это ни странно, Попов. Может, именно общая фамилия с советским изобретателем радио предопределила судьбу этого человека. На Орловской телемачте он работает почти полвека с бессменной задачей. Новости должны доходить до жителей вовремя и без помех. Вот там у нас стоял французский передатчик, назывался он ТВ-331. У него не было никакого резерва. Вот мы всегда работали только на том, что работали. Если что-то могло случиться, значит телезритель не видел ничего. Дыру в эфире. Среди всех этих многочисленных рубильников, транзисторов и ретрансляторов он словно рыба в воде. А у каждого такого аппарата есть свое имя. Вот эта радиостанция называется Блиц. Когда у нас начался развал, разруха и перестройка, то все заводы стали, в том числе и радиоаппаратура строения. Вот эта радиостанция, она военного назначения. Завод-изготовитель ее переработал, превратил в радиостанцию, которая пригодна для вещания. Сейчас в телецентре работает 75 человек. Отсюда вещается 5 местных радиопрограмм и 8 телеканалов. Сама вышка вполне может сравниться с Останкинской. В шпиле она достигает аж 195 метров. А вот ее сестре-близнецу, которая должна была быть построена в Корсаково, так и не удалось возвыситься над Орловскими землями. Теперь она просто лежит рядом и ржавеет. Строительство было приостановлено с развалом СССР. В 59-м году, когда была построена эта мачта, вокруг нее были только водонапорная башня, котельная, техническая станция и несколько домов на въезде. Сейчас вокруг нее вырос целый городок, в котором проживает уже около 100 человек. Сначала здесь жили только семьи рабочего персонала станции, сейчас же простые люди. Кстати, вблизители вышки сигнал не улавливает больше каналов и радиостанций. Здесь его нет вообще. Дома находятся в так называемой мертвой зоне, ведь сигнал от вышки направлен в стороны, а не вниз. Но решение нашли. Вот такой кабель. А проводив нас, Вячеслав Юрьевич вернулся к работе. Наступило время очередного телевизионного выпуска. Сергей Гудков и Артем Моисеев для программы Оперативный эфир.